Всем доброе утро. Мы приехали в гости к моим родителям и сейчас привели Машу в зоопарк. Она здесь уже была один раз и ей так нравится. Ребята, тут такие животные классные. Гуси! Такой восторг вызывает. Тут оказывается целых две утки, смотрите. Ой, они тут накакали. Машка. Вот такие кишки потрясающие. Уточки. Красивые такие, смотрите. А тут мы с Мишей, ребят. Пятачками дремим. Братан! Братан, ты куда? Мы же только пришли. Мама испугалась, говорит. Давай закроем, ребят. У нас, кажется, небольшие проблемы наметились. Гага случайно сюда свою шею просунул. Так. Ой. Он хочет мою перчатку, мама. Он не хочет траву. Да. Почему они пытаются? Ну вот у них там есть сено, поэтому мы решили им тоже дать сено. На, Пупсик, держи. Ой, ой, больно? Да, ну так не очень приятно. Не, ну не то чтобы прям больно. Нет, все хорошо. Со мной все в порядке, Булка. Кто это тут прет? Я вот этого товарища засыпала комплиментами. Говорю, ты красивый, ты умный. И он прям прибдел тут. Сидит такой. Слушает, что я ему рассказываю. Пока этот не все, что он умеет. Смотрите, какой красавчик. Мы вот так неожиданно уже дома. Смотрите, кто приехал и привез мне подарок. И это не этот подарок. Вот он, мой подарок. Это мой подарок, который должен был... Еще на Новогодке ко мне прийти, но Миша засомневался, что он мне нужен. Потом мы вместе обсудили и решили, что он мне нужен. А, мама! И, Петка, а ты что кричишь? Ну, это здорово, это, конечно, это подарок, но неожиданно. Ну, тогда, что он все-таки не нужен оказался. Ореш, ты довольна, что Миша пришел? Да. Миша распаковывает мой подарок. И Сладя распаковывает. Сама лампой. О, моя красотка. Бабушка пришла посмотреть. Бабушка хочет себе эти шлифа. Это выбросить. Смотри, Маш, что там папа купил маме. Сладьтесь, надо сразу с нами водить? Ну, конечно. Собирают мой подарок. Маша, ты куда? Такая лампа большая, да? Ой, Маш, не надо, Зай, не надо грязную коробку. Дочь, дочь, не надо. Это папа унесет в помойку. Пойдем папе помогать. Он же без нас точно не справится. Такой крутой подарок. Ух ты, она такая высокая. Маша, отходи, сейчас папа нам на голову уронит. Ты хорошо держишь лампу, Миша? Да. Смотрите, ребят, реагируют на звуки. Смотрите. Дискотека. Дискотека. У нас будет дискотека теперь сегодня? Супер вообще. Она очень крутая. Спасибо за подарок, дорогие. Я вырвалась от своих и иду в торговый центр. Мне надо в детском мире купить. Я хочу Маше посмотреть разные развивашки, там книжки, одежда, она уже подросла, ей штаны малы. Мне туда, в детский. Вот он, отдел для малышей, где я обычно закупаюсь. Смотрите, тут всякие толстовочки. Все, вам скидки на песню 70%. Сейчас поищу тут что-нибудь. Набрала я, ребят, немножко вещей. Смотрите, мне так понравилось. То, что я взяла. Вот такие вот джинсики детские. Видите? Вот. Взяла вот это вот, как второй слой, на колготки такие, ритузики. И взяла вот такие самые обычные штанишки. Они тоненькие, без флиса, без всего, просто хэбэ спать. Вот, это штаны. Сейчас я вам покажу кофточки. Вот такая футболочка, 250 рублей. Вот такая футболочка из мальчуковского отдела, тоже 250 рублей. Вот. И здесь три разных кофточки, вот с птичками, 300 рублей. Вот такая вот кофточка, вообще 150 рублей с длинным боковом спать можем. И вот такая вот с птичками. Видите? Она как бодик на трех застежках внизу, 300 рублей. А, ребята, чем мы занимаемся в полчетвертого утра? Просто посмотрите, бабушка спят с Машей в другой комнате. А мы совершаем демонтаж вот этого вот нашего картонного дома. Это у нас был картонный дом миллионера, а это у нас картонный дом бедненька. Вот здесь у нас лампа, там уже спит Кевин внизу. У нас уже все животные хотят спать. Сладя уже заснул в доме. Вилька уже не находит себе места, как хочет спать. А мы вот пытаемся это все очень аккуратно убрать, чтобы потом можно было еще что-нибудь снять. Всем привет! Помашешь ручкой? Привет! У нас тут красота творится. Видите? Сладя сидят с Машей на Мишином столе. Он здесь иногда играет в этой второй комнате. Вот. Да? Сейчас мы проснулись. У нас уже день. Точнее, уже даже вечер. За окном уже немножечко темнеет. Я заметила, ребят, смотрите, у Сладуна на подбородке есть рана. Видимо, Сладун подрался с Ариэлой. Это папины, правильно. Это папины коллекции. Если вы, ребят, захотите, мы вам как-нибудь покажем все Мишины коллекции. У него куча разных игрушек из разных фильмов и игр. В общем, здесь просто малая часть. В основном все в той комнате. И этого всего так много. Да? У папы много игрушек? Много? С тобой согласна. У нас завтра волнительный день. Точнее, он у меня волнительный уже сегодня. Потому что, как вы знаете, убежал хоть туда. Как вы знаете, ребята, я Маше поставила только две прививки в роддоме. И после этого не ставила. И вот мы решили, что завтра поставим одну из очень важных прививок, на мой взгляд. В общем, все решили. Так что завтра мы поедем в клинику. Выбрали хорошую детскую клинику. Прям суперскую. Сразу сдадим экспресс-анализ крови и мочи перед прививкой. И потом пойдем на часовую консультацию педиатра. И потом уже будем ставить прививку. Если вы с нами, ставьте обязательно лайк. Потому что уже в этом... Потому что уже в этом влоге вы поедете вместе с нами в клинику. Да? Все будет хорошо? Тебя люблю, мой губер. Папа! Папа! Папа тоже поедет, да. Мы только проснулись вот с дневного сна. Поэтому у нас тут такой бардачок. Я Маше погрела макарошки. Просто обычные макароны. Это ее самая любимая еда. Без сыра, без всего. И сейчас включу ей телек, чтобы она могла кушать и смотреть какой-нибудь мультик. Я не против мультиков. Я считаю, что плохого у них ничего нет. Конечно, Маша в Маше-Медведи учат проказничать. Но в целом... Будем смотреть? Да? Мы выехали. Маша ест хелебцы. Но есть очень и очень новости. То, что нам оказалось ехать уже не 40 минут, а 56. Ну, будем надеяться, что мы выдержим такую дорогу. Да, Морозь? Бывает. Маша, иди к нам, дочь. Машута? Ребята, мы приехали на прививку. Сдали анализ крови. И там у меня очень классные тромбоциты. Из-за этого мы прививки сейчас не дают не были. Обидно, столько ехали сюда. Целый час. Маша уже его качала, и все. Да? Не-не-не-не, что ты делаешь? Доча. Давай маме. Затирай маме ручки. Спасибо, папе. Маша, возьми у меня вот это, пожалуйста. Маш. На, бери. Держи. Держи. Парал. Бери. Держи. Давай маме неси. Неси маме. Опа, спасибо. А я папе даю, смотри. Подожди, ты неправильно даешь. Ну-ка еще раз дай. Вот так вот это надо. Вот. Держи, Маша. Вот ты поставил. Маме, маме, маме. Сюда же это стакан был. Ты что, стеклоишь? Нет, сюда нельзя. Это у врача. Маша, это... Что хочешь, Маша? Смотри, в твоей сумочке. Смотри, какой красивый. Он такой. И наклейки. Он наклейки. О, вот такие вот. Маша, как ты любишь, смотри. Будешь наклейки? Маша, спасибо. Маша, ну ты тебя вообще ешь. Смотри, какие наклейки. Где кто это? Где кто это, Маша? Это кто? Это уже карт. Смотри, какие красивые нам подарили. Ой, мама будет клеить. Мне понравилось? Скажи спасибо. Скажи под спасибо, да? Ну что, ребята, у нас уже новый солнечный день. Посмотрите, какая чудесная погода. Маша тут вышла гулять со своей любимой собакой. К нам приехала бабушка. Поэтому теперь все довольны. Маша вот так с ним. Может, ребят, пройти, наверное, пол района. Да. Да, да. А он ее слушается, идет с ней. Давай ручку. Что? Она зазлилась на меня, что я вам тут все пересказываю. Сейчас я спереди сниму ее. Ну-ка. Вот такой чубзилет идет, довольный. И вот такой пес. Да. Маш, собака по имени Аф. Танцует, хвостик поджал. Собака Аф. Фу. Маш, ты что не говоришь фу? Надо же говорить фу. Правильно? Да. Деловитость вообще. Уровень 100 просто. Биля! Биля! Биля и Маша! Биль! Биля! Биля!